Как отличить хорошее от плохого? Да никак. Я думаю, что максимум, что вас может привести к хорошему, это ваша воля. Если вы пришли, если вы пожертвовали, неважно, куда пойдут дальше эти деньги. Конечно, хотелось бы, чтобы они дошли до тех людей, нуждающихся. Но вы же делаете это для себя в первую очередь. Вы же приносите деньги для того, чтобы помочь. И многие люди это делают без всякого пиара. Они в этом не нуждаются. Может быть, нужно обращаться к тем людям, которые конкретно несут ответственность за это. Это тем людям публичным, которые имеют свои, допустим, какие-то благотворительные фонды. Потому что они своим лицом, своими словами, своими действиями, они несут за это ответственность. Ты знаешь, в случае чего, что человек отвечает за то, куда потом дальше поступают эти средства. Это возможно, это как вариант. Для чего нужно заниматься благотворительностью состоявшемуся человеку? Мне кажется, это для того, чтобы помочь тем, кто не может быть состоявшимся. Или за данный момент не может. Для тех, кто попал в трудную ситуацию просто. Для тех, кто случайно подхватил какую-то болезнь, которая передается и так далее. Люди должны всегда помогать друг другу. Неважно, состоявшийся ты или не состоявшийся. Если у тебя есть возможность, ты пойдешь и поможешь. Человек, я знаю людей, которые, знаете, живут буквально от зарплаты до зарплаты, строят планы на будущее, да, свое какое-то. Может быть, что-то откладывают, но их не смущает то, что они идут и приносят деньги, и помогают, и, не знаю, ищут. И даже можно без денежных средств. Просто приехав в детский дом, пообщаться, там, не знаю, подарить какие-то элементарные, самые простые игрушки, которые могут взять. Подарить сообщение, тепло передать. Там, не знаю, помочь раздать котят, которых будут топить. Ну, вот до смешного благотворительность. Благотворительность – это же не только денежные средства. Благотворительность – это открыть женщине дверь, помочь инвалиду, перевезти бабушку через дорогу. Это все можно назвать благотворительностью. Просто этим нужно заниматься. Нужно выкидывать мусор в мусорку. Нужно жить по правилам. И тогда в жизни все будет выстраиваться хорошо и по правилам.